всем привет народ это канал честный обзор и плейлист по созданию игр уроков обзоров на движке unreal engine 4 ну и возможно в будущем 5 в этом уроке я покажу как сделать качественную мину которая будет взрываться при приближении к ней и по урону по ней это будет простая мина которая в моем проекте наносит урон всем объектам которые мы зададим в дальнейшем будем делать мины разнообразные с кучей другими способностями будут личные мины персонажа будут вражеские мины как дроны турели и все что с этим связано поэтому сразу попрошусь давайте вместе развивать этот плейлист вот попрошу подписаться если видосы и полезны ставьте лайки не стесняйтесь так для начала создаем в пустом месте простой актор blueprint назову его мина 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 как бы тебя назвать давайте по модели с 44 будет заходим blueprint модель камины будет вот такая вот поставим мина хоть кирпич можете положить вот с 44 назвала первым делом так я сейчас для упрощения вот это мы удалим для упрощения сделаю вот так вот нам зоны красивые и begin play так первым делом что мы должны сделать первым делом мы спауним здесь бокс коллижен есть контакт бокс коллижен привязываем на дефолт есть теперь к боксу коллижен мы спауним как эту мину выбрал до спауним static mesh потому что у нас мина static mesh нужен скелетал значит скелетал без разницы абсолютно нравится вот так вот напишем есть теперь для начала я хочу проверить какого размера выходит это мина для персонажа вешаем воздух спауним персонажа так ну это целое ведро нам надо сделать вот такого размера давайте подгоним это чтоб потом не ковыряться и потом коллизию не подгонять это примерно будет ну-ка на 05 даже на меньше да хотя 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 пусть будет 0 4 не сделаем больше 05 и другие эффекты поставлю взрыва посреди не выглядел и сохранили теперь берем бокс коллижен первым делом выставляем в нем кастом делаем его минной то есть объектами на ну я по добавлял новые объекты у вас в проектах новом проекте должно быть только вот это чуть-чуть написано как создать новый объект потому что поэтому объекта у меня сканируют другие мины дроны роботы турели персонажи солдаты там ракеты что можно наносить кого убивать короче ну ну тут видно вот мог боди charakter будет там анимал щиты турели как бы сканы олен мог ну короче с помощью этих объектов как и стены можно определять кто враг то друг в общем все такое как создать эти объекты заходим настройки проекта есть пункт коллизия вот вот все мои пункты коллизии которые я создал нажимаете на object пишите и задаете все ничего сложного вот я допустим для мин создал просто мина если персонаж допустим ну мина должна нанести персонажу урон то у персонажа соответственно в его капсуле коллизии я ставлю что мина оверлап если блок то она будет блокироваться то есть по ней ходить нельзя будет ну как бы задевать будет а если оверлап то получается ты проходишь сквозь коллизию но она срабатывает и дает как и какое-то действие ладно все теперь нажимаем ignore выбираем что plant race дотрагивался потому что это патроны стрельба все такое чтоб не проваливалась под ландскеев динамику горлов чартер более оверлап босс другие мины чтобы другие мины до друга могли тоже взрывать допустим бочки если вы ставите с бензином бочки для взрывания то но вот так работает ракетами что можно было сбивать сканирование работала вот так вот сделать теперь этот бокс надо подогнать под размер этой мины эти функции не работают поэтому мы берем основном это делаем поэтому боксу будет проходить урон вот так вот так сохраняемся обязательно не забываем сохраняться следующий момент если вы добавляете в blueprint эффекты взрывов туда-сюда ну допустим как я хотя можно это сделать через ноду спавна прям на той точке где сама мина находится в мире спавн но мне как-то удобнее потом их менять если я блюпринт допустим дублирую и потом заменяю mesh я могу просто быстренько здесь заменить эффекты взрыва чем я буду там в коде искать если код большой то это муторно как добавить привязываем в общем к мешу обязательно к мешу не капсуле отмешу партиклы парт пишем вот партиклы я сейчас другой мины буду копировать чтобы не искать эти эффекты вот я беру 1 2 и 3 что было понятно что это первым делом в партиклах отключаем авторатив чтобы при спавне этого блюпринта в мире они сразу не срабатывали а то будет сразу по тогда есть у меня получается потом ударная волна но и не видно нам мире видно ну и сам как бы взрыв ну вот привязываем это все дело к мини есть еще нужно к мешу привязывать обязательно капсулы и сферы коллизии которые будут уносить урон потому что если не привязать а будут она лежать как привязанная к самому боксу да ну то есть главной коллизии то они не будут работать не знаю почему но мне не работает следом добавляем сферу коллизии которая будет наносить урон также к мешу сфера коллизии я название напишу damage проверяем до привязана все нормально следующая сфера коллизии будет также только называться уже сверчек то есть сканер как бы на вот заходим в дэмэдж сразу же вас а еще в этом статик меньше обязательно вообще в статик меньше к отключайте коллизию потому что она вам не нужна за это будет работать коллизии боксы сферы все такое просто если оставить убрать блок all dynamic допустим по стандарту то он будет в небо улетать ваш глюквит нахрен ставим ноу коллижен все заходим дэмэдж выставляем кастом также это у меня не на ставим игнор всего игнор и будет дамаг наносить только тем объектом которые я задам сейчас это значит персонаж этот этот мины соседние немал или ракеты принципе не поймает скан нужен вот так вот все а теперь тех кого он это сфера будет сканировать кого взрывать берем игнор и добавляем чисто персов своих кто ходит кто двигает кто должен наступить на неё к так как бы и подорваться тоже поставлю солдаты далее заходим на ивент бегем play здесь берем а еще в дэмэджи обязательно ставим диаметр урона диаметр урона в ноль дабы обезопасить от багов глюков и чтоб кого-то случайно не убила а в сверх чек ставим я обычно ставлю 150 принципе это нормально и радиус для взрыва тоже нормально подходит персонаж она зачекала что кто-то рядом наступил и взрывает что вот так вот дальше чтобы у нас мина воздухе не висела сейчас удалим как она сейчас висит да нам надо сделать ее немного физическая чтобы она могла упасть на пол короче упасть для этого берем нашу главную коллизию и пишем сэрт этот симулят физикс подрубаем окей и смотрим теперь сейчас эта мина упадет на землю и будет на земле лежать так она сквозь маски проходит что я упустил блокировка стоит но сейчас работала все нормально ну в общем видели что я сейчас только что изменил и она заработала далее нам нужно взять нас нашу сферу урона которая стоит у нас по размеру в ноль сделать ее для безопасности set call enabled сделать ее no collision будем коллизию включать в определенный момент когда это нужно будет так это все что касается и венби геймплея но для моего проекта тут надо несколько дополнительных нот поэтому сейчас это вам принципе не нужно не обращайте внимание сейчас для себя сделаю что потом не забыть и не было косяков так потом не дополнял все это то что вот эти кусочки нужны только для меня теперь скан персонажа значит что мы делаем берем выбираем наш нашу сферу опускаемся вниз и вот наш бегин оверлап можно сюда нажать или более простой быстрый способ вот так и вен компонент оверлап до добавляем теперь нам нужно создать две ноты первое будет хп просто хп и смерть смерть наши мины имеется ввиду хп мы делаем флот вот здесь вот или может здесь выбирать 2 разница это будет буллин так сохраняем в хп что я хочу добавить наши мини 10 здоровья всего лишь чтобы с одного патрона она взрывалась вы можете делать там за для своих проектов каких-то замутов побольше чтобы понеслить допустим в бочку естественно до урона побольше втапливать чтобы прострелить ее и когда она там начала потом взрываться далее нужен бронеж нажимаем b английскую левую кнопку мыши спавнится бронеж подключаемся до д мертвая ли наша мина как говорится на следом я добавляю звук если мина живая то проходит дальше вся логика допишем get actor location также правой кнопкой мыши в пустом месте пишем ищем потом достаем play sold at location ну вот и подключаем на локацию для чего это нужно чтобы звук проигрался в том месте где находится этот блюпринт то есть в мини звук у меня вот такой простой пик то есть предупреждение после этого нам нужен delay задержка нажимаем d английскую левую кнопку мыши будет задержка мне задержка нужна полтора полторы секунды чтобы персонаж когда услышит звук ну игрок мог как бы отбежать после того как звук произошел естественно как это одноразовое действие то есть если пикнула и сработала то она и по-любому сто процентов должно взорваться и умереть да и ставим сразу запись то что наша мина умерла чтобы можно было дополнять другую логикой следом я беру подключаю также get actor location и sound да только здесь уже следом после полторы секунды идет сам взрыв ну я себе сделал тряску камеры поэтому я себе добавляю также на эту зону и типа если на радиусе 5000 юнитов я нахожусь то моя камера встряхнется типа как ударная волна понятно на после этого берем нашу сферу чек вытягиваем сюда вот так вот от нее берем сетка лиза колежи колежины на и беда и отключаем колледжи то есть наша сфера сработала дальше пошел сигнал и как бы ее отключаем чтобы она заново больше никого не видела после того как она отключилась мы ставим значит наши эффекты эффекты которых также не забываем внизу делать автоактив 0 ну то есть вырубить и ставим теперь сет актив и поактивировано вот и галочку все три сразу это у нас получается взрыв эффектами после этого мы берем значит наш дмит есть проверяем его на валидность все ли с нашей сферы нормально пишем валит если с нашей сферы все четко и проблем никаких нету тогда мы берем сейчас наверное сделаем проще вот так вот скопируем если наша сфера работает все у нас хорошо никуда не исчезла и не заглючила ничего здесь включаем коллизию то есть а наш у нас в при старте без коллизии а теперь в эту в эту секунду при взрыве включается коллизия вот после этого мы берем так как она у нас в ноль размер мы должны и расширить пишем сет сфере радиус сфера радиус радиус я хочу задать ну как бы небольшой но если там у нас получается сколько 150 мы поставили но пусть 200 будет 200 дистанции сколько нанесется урон и после этого у нас должна быть задержка микро задержка 0 2 чтобы все нормально успелось работать без лагово да и следом дестроим компонент и и уничтожаем достроим компонент не для строй актор а компонент именно то есть от сферы вытягиваем все у нас четко сфера отработал то есть включилась коллизия быстренько на расширилась на 200 единиц после и в этот момент же нанесла урон до кого дотронулась после этого микро задержка она удаляется все плюс вот эти вот эффекты которые я добавил я посчитал они пока дым горит огонь там да в мире проходит 6 секунд поэтому я нажимаю опять дилы нужен 6 секунд и потом до строй актов до строй то есть всего этого блюпринта удаление вот на если вы допустим делаете не вот так вот эффекты да а хотите чтобы она спаунилась в мире то можно просто сделать вот так вот спалли эмиттер эмиттер локейшн вот так вот вы добавляете все все и все эффекты вот сюда вот здесь вот добавляете где так тролокейшн и получается когда происходит вся эта цепочка ну без вот этих вот партиклов то в мире спавнится около в этой мине получается эти эффекты и при этом тогда вам уже таймер не нужен потому что если я сейчас таймер уберу то мои вот эти именно партиклы они исчезнут вместе с блюпринтом то есть только загорится и через там пол секунды секунду сколько у меня тут таймеров вот она просто исчезли вы сами понимаете это некрасиво поэтому спавный миттер локейшн ставим и они будут спавниться мире а и мы можем сразу трудно строить но мне как бы вот это вот не по душе мне проще вот так вот и прикольно будет следом после того когда загорелись нашим но сработали наши эффекты пока горит дым там вся остальная ерунда и за ними не видно наш меш то есть саму минута мы должны сделать ее невидимой чтобы когда догорит дым и и снизу не было ладно пишем сет визибилити и ставим calls все взрыв произошел мина сам меш еще стал невидимым все красиво бахнула как будто уничтожилось следом мы делаем значит этот ивент и не дэмэдж пишем ивент и не дэмэдж этот ивент от ивента apply дэмэдж передает все данные по урону сколько отнять здоровье и всего 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 остального поэтому здесь берем бранч если у нас все четко и наша мина не уничтожена жила то проходит хп-шка берем хп-шку берем сет хп-шку вот берем минус отнимаем вот это на только естественно вот это вот передвигаем вниз мы должны от нее отнять и подключаем сюда ой наоборот извиняюсь мы дашь не должны от нее от меня то есть сверху от чего отнимаем снизу что отнимаем то есть проходит урон 20 единиц у нас всего 10 здоровья получается мы отнимаем от 10 здоровья в итоге минус 10 получится ну естественно когда у нас ноль и у нас происходит смерть поэтому подключаем вот так вот есть после этого это сюда если живой сюда после этого берем минус или равно а и меньше или равно в ноль по хп-шке бранч если наша мина имеет ноль хп то происходит смерть смерть происходит дальше нажимаем а и присваиваем сюда ds сразу записываем что она сдохла потому что вы дальше можете развивать я не хочу чтобы она моментально взрывалась хочу чтобы это было ровно через секунду так как выглядит по прикольней они так все моментально резко и очень быстро вот единственное что я сделаю для себя ну и вы принципе можете да я поставлю здесь секвенс с английская секвенс который разделяет пути и воспроизводит одновременно я хочу одновременно поставить чтобы и бранч работал и добавил определенный звук и этот звук у меня вот такой попадание по металлу то есть если наша хп-шка живая и мин и живая то будет воспроизводиться звук если мертвая то будет и звук воспроизводиться и сразу смерть или ну допустим пистолет может 5 урона всего наносить поэтому будет звук раз потом звук уже со смертью идти дальше ну здесь принципе логика тоже вот где наш дед вот отсюда берем вот это все дело копируем копировали и вставили это при том условии так как я делаю если я хочу чтобы мина взрывалась при приближении к ней это одно и хочу чтобы она взрывалась после того как я по ней стрельнул если ее обнаружил вот или моб стрельнул и она взорвалась также взорвалась абсолютно и также нанесла урон но если вы хотите чтобы мину если расстреливали она не наносила урона просто разрушалась то вам получается вот эта часть кода не нужно вот это вот где урон наносится просто на всего не нужно и просто достроить и как бы все разрушилась там можете добавить какой-нибудь там также партика вот за место вот этих взрывов сейчас меня большой добавить партика маленький там хлопок как бы бух там чем там за загорелась немножко и все как хотите вот здесь мы все сделали следом у нас идет именно по урону берем дэмэдж бегем оверлап сюда берем саму капсулу ой с первых на сферу пишем первый ворлд нет о про флокейшн ой нет не то кассет ладно где нет нет флокейшн и форвард вектор форвард вектор от вектора мы берем умножение это звездочка на век ой блин на флот на флот умножение ставлю ставлю длину луча ван трейса который будет сейчас ну 200 будет вот от локейшн оставим плюсик здесь уже вектор на вектор это сюда так теперь в пустом месте пишем мульти сфер сфер for object дистанцию сразу же не забываем также ставим 200 подрубаем по прямой это идет в конец с умножениями в плюсами а это в начало от точки где находится объект сам дэмэдж здесь мы берем берем объекты пишем арей арей вот он make array тут добавляем плюсики выставляем наши вот эти все вот эти вот темы кому должен нанестись урон ну если вы поняли вот так капсуле вот я выставил кто должен нанести кому он можно ли нанести мини там также вот здесь вот что он здесь вы поняли ну я чтобы по новой не печатать я просто скопирую сейчас другая мины добавлю это все дело чтобы было попроще сейчас проверю все готово после этого мы берем вызываем for each loop for loop простой подключаем на true если у for each loop он прогнал весь этот список и лантрейс до кого-то дотронулся и все нормально сработало то здесь у нас выходит естественно параметры что делать с этим объектом в нашем случае просто нужно блокировать на попадание то есть как бы все чтобы все четко было это branch если у нас блокировка прошла то есть попадание то после этого уже идет нода apply up y damage если true подключаем если false допустим не дотронулся вы можете но какую-то другую логику создать там приколю как он я хочу чтобы эта мина наносила ну 500 урона пусть будет damage краузер кто такой damage краузер это наш блюпринт то есть сюда мы должны подрубить селл для чего это нужно потому что если этот блюпринт или солдат вы используете apply damage он в любом случае будет использоваться нанес кому-то там урон урон то в этом параметры передается данные а данные они выходят вот отсюда и вы можете тут какую-то особую логику сделать или какие-то определенные условия или блокировки также вы можете ивент инстингатор сделать то есть можете если это персонаж стреляет то сюда можете давай get play play character вот и сюда его подрубить вот сюда вот damage краузер тогда получается четко вы понимаете что ваш характер как бы и нанес этот урон может там даже ракета с базуки будет потому что вы пишите это не только на принте самого персонажа а это может быть projectile ракета которая летит и которая наносит урон кстати будем скоро их делать вот в нашем случае что нам нужно подрубить кому мы наносим урон а а наносим урон hit actor у то есть который попался из этого списка а их может быть несколько ну все принципе можно тестировать не на есть мог есть но он пока не ходит здесь на меша нету вот мина упала подходим убила 1 давайте чтоб больше тестов вот она рядышком будет и одну подальше по сторонам теперь стреляем по мини она должна сейчас соседнюю тоже зацепить ударной волной так косяк где-то на урон не пропускает что это было так первый глюк пока не забыли убираем значит здесь мы визибилити отключили здесь отключили а почему видно дальше почему урон не проходит если наш по 10 всего ой извиняюсь наоборот здесь уже правы должна быть если 0 всего тогда урон пройдет это привык когда дает подключаю ли там какие-то параметры смеху сразу на сошку 5 через секунду следующее взорвалась все нормально мир исчезает теперь берем оба на мясо его ну смотрите тема такая когда при спауне мины и спам мода ой модом оба стоит на одном месте да допустим вот и сфера то сфера не видит его потому что ее надо пересечь а тут получается все спавнится внутри ее то есть я сейчас пересеку с нару пересеку снаружи то она сработает а если допустим как мог стоит вместе с миной в одном месте заспавнился внутри сферы то получается но она его не видит видите так как я пересек она сработала чтобы нам исправить эту тему допустим если вдруг какая-то у вас такого подобная тема будет что вам именно вот так вот надо работала да то смотрите значит так как сфера у нас чек постоянно на 150 размера значит мы берем делаем так берем копируем этот размер сфер радиус копировать давайте вот здесь создаем кастомный ивент пишем reset чек сразу скажу у меня этой логики нету других минах потому что мин у меня спавнятся в определенных местах и мобы спавнятся на других территориях то есть ну как бы не может совпасть такого что мог заспавнится вместе с миной в одном месте такого у меня нет в любом случае они доходят где-то наступили случайно зацепили и происходят такие рандомные действия в мире чтобы не было все линейно но вот эта тема принципе тоже интересная конечно в этой мини оставлю что потом не писать что мы делаем дальше берем сферу чек смотрите если она нас изначально 150 то для начала проверяем что наша мина живая обязательно чтобы дальше проходил после этого вставляем нашу сфер радиус подрубаем нашу сферу и ставим здесь радиус 0 потом происходит задержка скажем так полсекунды потом следующий радиус мы ставим 150 подрубаем только перед этим еще нужно поставить дуанс дуанс это одноразовое использование нога вот или просто букву английскую а или вот кнопку мыши тоже спавнится вот мы подрубаем дуанс у нас получается если мина живая то происходит один контакт через дуанс проходит и дальше у нее все упирается в него но он дальше не пропускает то есть не будет как бы глюков и когда прошла вот эта тема 05 секунд мы делаем еще одну микро задержку пусть на 02 и возвращаем дуанс у ресет сброс чтобы можно было через вот эту ноду еще раз пропустить вот эту всю логику вот так вот а теперь вот этот вот и вен ресет чек ищем его ссылку сет чек вот он его подключаем сюда нет 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 не так не так не так сорян не так делаем попроще это не нужно делаем интереснее без винтика потому что event begin play у нас запускается когда бы прийти спался один раз он включился прошла линия больше он не работает а нам надо чтобы работал поэтому берем здесь сайт таймер би и бэнд со таймер биевент так вот эту линию обязательно ставим лупинг потому что когда пройдет эта линия один раз этот таймер включится и лупингом он будет постоянно один работать и передает сигнал когда таймер прошел передает сигнал на наш кастомный ивент вот сюда вот то есть постоянно будет шику так вот сюда идти вот это все будет выполняться если мы здесь поставили 0502 значит каждую секунду он должен давать сигнал куда это все должно обновляться а теперь смотрите вон наш мог вон наши мины давайте по-другому сделаем тогда 0 ставим здесь если все нормально проходит сюда здесь радиус сразу ставим 150 через 0 5 секунд ставим 50 потом возврат идет что-то я не пойму а ну-ка но боди все нормально давайте дебаг включим посмотрим как оно работает делаем тут вообще работает ли нет так 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 значит берем включаем игру уменьшаем окно дебаг 44 получается включаем игру а я мою вот я дурачок у нас же тут этот таймер для меня стоит именно для меня для моего проекта поэтому его поставим на фиг то нет оно не нужно все проблема решена ну короче все равно делаем здесь в ноль потому что мы если бы если будете такую тему делать чтобы она расширялась уменьшалась расширялась уменьшалась то делаете здесь 0 и вот тут вот тут уже будет увеличилась уменьшилась сбросилась дальше проходит опять увеличилась уменьшилась опять сбросилась и так вот круговорот если вам надо как мне как я делаю вот без этой ерунды то просто ставите сразу здесь размер 150 и как бы не парить вот теперь она будет работать и мы увидим как это работает там задержка 3 секунд стояла стоять еще раз вот таким образом теперь невозможно ничего заспанить одновременно чтобы там где-то что-то нарушилась работает это вот так видите уменьшилась увеличилась уменьшилась увеличилась таким образом как бы по таймеру каждую секунду оно будет работать надеюсь вам ясно если будут вопросы пишите в комментариях а лучше заходите в дискорд по разработке моей игры там я тоже раздел для уроков создал там как-то можно наглядно обсудить моменты может идеи там пожелание может претензии есть но вот это можно обсудить плюс вопросы по урокам может даже ей ну конечно есть дискорде возможность созвониться в свободное время чтоб наглядно показать где косяк или там что-то у вас не получается но вот эту тему на вот этой мини я оставлю пусть работает меня как бы она устраивает все вот такой получился урок следующий мину нужно будет сделать уже короче разнообразный чтобы взрыв был не в одном месте а вот так вот допустим я за спал это мина которую я могу брать перед передвигать у него 6 ракеток таких вот есть которые подлетают и потом радиусе все взрывается дистанция взрыва то есть я активирую издалека допустим персонаж скинул я знаю что там идут мобы там или солдата на тебя идут штурмовать на я ее заранее поставил спрятался за укрытие дождался пока не подойдут вот у нее горит виджет взорвать если я дальше отойду то он исчезнет это понятно дело ну вот я нажимаю я смотрите она подкидывает типа снаряд и потом она центральная взрывается и каждый взрыв наносит урон то есть это такое массовое уничтожение по этому по площади давайте еще раз вот такая тема хочу еще сделать дополнительные какие-то мины чуть по-другому чтобы она была потому что мои мины идут по разному уровню сложности классу по крафту поэтому мне нужно и будет очень много делать вот принципе логика вот как здесь она практически одинаковая просто именно в момент взрыва вот эти все вот эффекты там давайте же обнаглядно было покажу насколько мы там шире вот весь а логика здесь всякие таймеры виджеты вот и потом все вот каждый взрыв идет вот принципе но все скопировано просто мы там немножко меняем всякие параметры видите вот с разрывами тоже со всей ерундой поэтому будущем будем делать то что если нравится под поисок подписывайтесь поддерживайте плейлист нужно его развивать чтобы понять вообще если смысл этим заниматься и не тратить на это время как бы я ну записал обзор то записал ну потратил время ну вот это минусе она пойдет в игру я тут ее немножко переделаю и добавлю там какой-то параметр или инвентарь будет или это будет вражеская именно или в мире будут спавниться где того короче какой-то базы да типа там заминированная и все такое так что вот такой вот у нас замечательный урок появился от себя хочу пожелать вам хорошего настроения удачи в семье может в личной жизни я имею ввиду в семейной давайте до следующей встречи удачи